МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В том числе и Думская ТВ. Об этом поговорим с главным редактором телеканала Думская ТВ, Каролина Тымкев. Приветствуем. Приветствуем. Ну вот, помешали Михаилу Саакашвили реализовать план реформ в Одессе, и, возможно, вину свою должны нести... Прямо здесь и сейчас. Каким образом вы мешали, не давали сказать, либо поливали грязью, каким образом. Можно припомнить, сколько раз наш телеканал давал возможность высказаться с этого места, на котором сидишь сейчас ты, Каролина, и Михаилу Саакашвили, и представителям его команды? Ну, вот смотрите, я специально перед эфиром как бы села, просмотрела нашу страничку в Ютубе. Я хочу сказать, что вот за полтора года сам губернатор был у нас в студии 4 раза. И я хочу отметить, что вот последние две недели я очень активно общалась с его пресс-секретарём, и она мне буквально каждый день обещала, что Михаил вот-вот, 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 он уже идёт, буквально завтра он придёт к вам, но он так и не пришёл. И как бы если возникнут вопросы, я могу предоставить эту переписку, где мы достаточно вежливо с ней общались. И она говорила о том, как она хорошо к нам относится, потому что она знает, что наш телеканал работает в прямом эфире, и это формат, из которого там, скажем так, слов из песни не выкинешь. Это прямой эфир, то есть то, что он пришёл, рассказал, так оно и есть. Кроме того, я также хочу отметить, что за последние полгода Соломия Бобровская, заместитель губернатора Одесской области в этой студии, где идёт прямой эфир, было 8 раз, а Теймурас Нишнянидзе, глава благотворительного фонда на благо Одессы, был здесь 14 раз. То есть как мы мешали работе команды. Саше Боровика посчитать не удалось. Это вообще просто, это, ну, более, мне кажется, более 20 раз по скайпу мы его набирали. Больше. Он у нас постоянно, то есть любую тему комментирует. За, против, мы всем даём высказаться. Это абсолютно свободная площадка, где никого не поливают грязью, и здесь представлены разные точки зрения, и вот слышать от политика такого ранга такие заявления, это оскорбительно как минимум. И это, ну, оскорбляет всех журналистов этого телеканала, и вообще, как бы, ну, это беспрецедентное, я считаю, заявление, которое, ну, меня лично очень сильно возмутило. Предлагаю как раз посмотреть это заявление Михаила Саакашвили на ток-шоу «Шустер-лайв». Давайте посмотрим, мы вернёмся в ступень. В эфире телепрограммы «Шустер-лайв» Михаил Саакашвили обвинил думскую ТВ в транслировании неправдивой информации. Кроме того, что проводить реформы губернатору мешали в администрации президента, это регулярно делал одесский телеканал, заявил Саакашвили. Я хочу сказать, что как что влияет тоже на людей. В Одессе как что против нас действовал. У этих есть канал думская, которая всё время лила на нас грязь. Полностью продажный, отвратительный канал. За полтора года на посту главы одесской обл. администрации Михаил Саакашвили несколько раз бывал в эфире телеканала «Думская ТВ». Члены команды бывшего губернатора неоднократно принимали участие в прямых эфирах канала. Каждое событие журналисты объективно освещали на телеэкране, говорит генеральный директор медиахолдинга «Думская». В своих подобных высказываниях он задевает честь и достоинство. И профессионалист журналистов, которые объективно освещали его работу столько последние полтора года. И просто жаль, что он в очередной раз, вот это можно открыто абсолютно заявить, очередной раз солгал. «Думская ТВ» – единственный телеканал в Одессе, который даёт возможность высказаться всем сторонам конфликта. Это многочасовой прямой эфир, во время которого дают возможность каждому представить свою точку зрения. И заявление Саакашвили о транслировании неправдивой информации – сплошная ложь, заверяет главный редактор. В своей работе я стараюсь соблюдать все журналистские нормы, то есть предоставлять разные точки зрения в конфликтных ситуациях, в работе государственных служащих, и это абсолютная неправда. На протяжении работы Михаила Саакашвили на посту главы обл. администрации его не раз приглашали на прямой эфир. «Я вот последний месяц очень активно общалась с его пресс-секретарём, и она обещала, что он придёт к нам на эфир, но он так и не пришёл к нам на эфир. И мне, честно говоря, удивительно слышать его точку зрения о том, что мы крутили неправду о нём». Несмотря на слова экспредседателя обл. администрации, «Думская ТВ» продолжает объективно рассказывать о деятельности членов команды Саакашвили и выступает площадкой для высказывания всех точек зрения. На самом деле, мне кажется, что и в условиях сегодняшних реалий, когда Михаил Саакашвили уже не является губернатором, мы сегодня ждём его здесь. Если нужно, мы всегда готовы его услышать. «Да, с удовольствием. Пусть приходит в любое время. Мы готовы предоставить ему площадку и выслушать его точку зрения, как и других членов его команды. Например, Юлия Марушевская. Я хочу отметить, что как мы её не приглашали, сколько раз лично я ей не звонила, она к нам так и не пришла. Я не понимаю вот этой позиции. Вы работаете как бы на государственной важной должности. Это прямой эфир. Чего вы боитесь? Если вы честно работаете, честно исполняете свои обязанности, вам нечего бояться. Сегодня Роман Сенек в прямом эфире нас тоже обвинял в некой заангажированности, поэтому ждём. Дали Буде. Понимаю? Ну, я надеюсь, что… Что касается всё-таки заявлений Михаила Саакашвили, может быть, сейчас, так как он уже перешёл из ранга госслужащего в ранг политика, может быть, ну, скажем так, простить ему, потому что как у нас любят говорить? Он же политик, он может говорить всё, что угодно. Я думаю, что со временем, если ему это будет выгодно, он как бы забудет о своих обвинениях и придёт и скажет, «Я же рад вас видеть!» И мы рады будем взаимно. Спасибо большое. Ну, вот такая ситуация. Будем надеяться, что у нас будет больше честных и благодарных спикеров. Спасибо тебе большое. Спасибо, спасибо. Каролина Тымки, главный редактор Думской ТВ, была у нас в студии. Прерываемся на две минуты, возвращаемся с новым гостем и с новой темой «Дождитесь». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова